Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня четверг, и мы снова с вами в рубрике «Поговорить с биологами». И с вами сегодня я, Куликова Марина Владимировна, заместитель директора по наушной работе и заведующая нашим ботаническим отделом Леонид Николаевна Михеевич. Тема у нас сегодня очень интересная. Сезон грибов, август, месяц, август и сентябрь. И мы с вами будем разговаривать о том, что сейчас можно найти в лесу. И не только в лесу. Стоит ли за этим идти? Стоит ли это собирать? Стоит ли есть все, что вы собрали? Однозначно нет. Я в выходной сходила за грибочками. Сразу хочу сказать, что грибов очень было мало, но практически они отсутствовали. Потому что понятно, что ухо, зора, в Москве сейчас. И вот набрала буквально несколько грибов. Давайте мы их поговорим. Самые распространенные грибы, наверное, в Подмосковье. Но сыроежки вообще-то не отличаются. Да, но их вот не отличается. У меня сейчас два вида в руках. Разные. То есть это сыроежки? Или что это? Вот эти две сыроежки. Это другое. Это, в принципе, простые сыроежки. В общем, по-моему, все. Да, простые сыроежки, которые называются волнышки. А как их отличить? Вот кто не хочет собирать луги, а куда это сыроежки, у которых точно такая шапочка. Ну, шапочка такая же, такая же. Ее повышенная шляпка, покрытая слизистыми щитами. Да, вот здесь, кстати, это невозможно. Да, потому что они три дня приезжали в холодильник. С холодильник, хорошо что-то прожил. И там уже он был маленький еще совсем такой, еще не раскрыл. Он немножко кусок. Действительно, был очень скоский. Даже невозможно для этих земли прямо выскальзывало. Потому что, на самом деле, конечно, когда мы смотрим на виды, то они отличаются. И они отличаются все в километрах, они цветом отличаются. На мой взгляд, вот извините. Ну, он сыроежки, если с более темной, да, шапочкой? Ну, все равно он не такой, все равно не такой. Он сыроежек, это как красно-коричневый. Ну, да, совершенно коричневый. Он коричневый цвет, кофе с молоком, не знаю, с желтизной, с такой. Но, конечно, из-за того, что они все родственники, они будут очень похожи. У них и ножки похожи. Ножки внутри полы. Правда, оба. Давайте мы прям разломим и покажем. А даже все равно мы здесь не будем, четырехдневные перебы. Вот, ножка, какая крепкая сыроежка. Качественная, какая сыроежка. Редко, когда в лесу такая попадается. Характерный, особенно у сыроежек, в том, что у них ножки полые. И ножки очень хрупкие. И вообще, сыроежки не случайно. Ну, во-первых, не случайно называются сыроежки. Их действительно можно есть сырыми. Пожалуй, единственный вид. Я не хочу, чтобы не было. Сейчас уже можно есть сырыми. Сырыми. Но не пробовала. Я сейчас скажу, почему я считаю, что нет. Из-за млечного сока. Вот. Я считаю, что из-за млечного сока их есть нельзя. А вот сыроежки можно есть сырыми. В принципе, конечно. Мы не рекомендуем ехать грибы в сыроежке. Несмотря на то, что кулинар очень часто дает такие рецепты, они режут грибы без кулинарной обрабатывания. Вот я считаю, что это неправильно. И мы сейчас к этому еще вернемся. Почему лучше так не делать? А сыроежки по вкусу они, наверное, могли бы войти, ну, если не в первую, то во вторую категорию грибов. Вообще есть четыре категории грибов по так называемой пищевой цене. Самые, ну, по-моему, что первая категория – это самые-самые вкусные. Это не научные характеристики. Это характеристики, сразу скажу, что это не научные характеристики, а это характеристики вот таких специалистов, гриболюбов, которые где-то в середине прошлого века Васильков написал работу. И вот он там дал вот эту вот градацию. И она, кстати говоря, ее никто не открывает. Да, в первую категорию относятся белые кулинарки, это понятно. Почему туда попали грузди, мне сложно сказать. Вот это такие замышленные сока. Но вкус у них виден очень хороший. Мы для засолки, а поэтому для консервации, а для консервации. А может быть, ну, а он же так, как там написано было, что он ходил, собирал, спрашивал, какие грибы самые вкусные, самые лучшие. И вот поэтому мы сделали эту таблицу. То есть это народная классификация, да? Ну, она относительно народная, да. Хотя она, конечно, не обработанная. А сезонежки вот вкусные, хорошие, но абсолютно плохо используемые. Потому что мякоть такая хрупкая, что ты вот их положил в корзинку и целыми не дает. Очень хрупкая мякость. Я в короче привезла специально, чтобы не сломать. Еще это было так выложено все, специальным изолирующим материалом, чтобы, не дай бог, не повредилось. То есть уже плохо снимается кожа, все равно вообще, да. Вообще снимается кожа довольно легко. И я могу сказать, почему он так тут. Потому что очень сухо. Ну да. Потому что очень сухо. Очень мало. Я, как Марина Владимировна, сказала, что грибного сезона грибного в этом году. Нет, это я уже поняла. Грибного сезона его и не было вообще говоря, потому что весна была довольно жаркая и сухая. Лето жаркое и сухое. И август, такой месяц, когда уже должны уходить грибы. Очень сухо. Очень сухой лес, очень сухой лес. Сейчас мы не скажем про пожары, в России, в окрестнице Москвы, по крайней мере. А вот такая сушь, грибница, она совершенно живой существует. Во-первых, нам сказать, что то, что мы с вами беремо в руку, это не гриб, как организм. А это всего лишь небольшая часть, которая оказывается на поверхности. У нас это называется, научным термином, плодовое тело. Это, ну, мы все равно стараемся поварить, плодовое тело. Хотя, представьте, конечно, у них больше гриб. На самом деле, у них это с почвы. И когда мы говорим, что у нас ясница, то где вот живой организм? Вот есть, а вот там, внутри. Вот видишь, это он развивается, он питается, растет. Да, ему нужна влага, ему нужна влага. Вообще, по многолетним таким вот записям, музеям, что наилучшая температура для образования плодовых тела были, вы сейчас уберитесь, как плюс 18 градусов. Плюс 18 градусов, вот тогда показывается плодовое тело. И плюс еще влажный, ну, конечно, и плюс еще влажный, как и плюс. Потому что он всегда фоккин стирает. Вот это гриба, это грибы, это грибы. И когда лето плохо, очень холодное и сырое, грибам тоже плохо, низкие температуры они тоже не любят. Плохо закладываются плодовые тела. Потом, вот может быть, причина еще вот какая. Да, все-таки раньше народ как-то разъезжался. А сейчас, наверное, все гуляют по подмосковным лесам. И вот так-то вот грибы. Они грибы-то не вот так-то грибы. Грибы не успевают, они не успевают появляться. Потому что еще одна особенность грибов. Мало того, что где там плодит, плодит, они еще любят рыхлую почву. Вот на дорожке плодовое тело не появится никогда. Сбоку к деньгам, потому что вот это вот хождение постоянное, топор, уплотнение почвы. Ну, там, собственно говоря, когда почва уплотняется, сразу уплотнейше. Сила грибницы огромная. И сила плодового тела, она значительная. А вот то, что их в этом месте нет, говорит нам о том, что как раз у нас, да, вот то, что находится там в почве и под почвой, значит, очень плотное. Поэтому грибницы развивается плохо. Вообще, в это время, наверное, и грибные болезни не слишком хорошо развиваются. Хотя, то, что я вижу... Да, да, я увидела все мощнистые растения, все губы. Ну, жавчина на месте опять же, там, где должна быть. Да, да. Ну, тепло, тепло, тепло. И благо какая-то была, и, видимо, будет развитие грибных болезней. Тут еще очень интересно, что мы уходим и замечаем, вот трава, которая растет вокруг нас, или вот клён, как правильно. Дуб, вернее, да, дуб. Как правильно Марина сказала, вот в белых таких пятнышках. И мы часто не обращаем внимания. А это да, здесь это очень такое серьезное заболевание, мучнистые роса, причем их много видов. А вот сейчас вот здесь. Гриб называется спиротейка. И это теперь не гриб. Да, это теперь не гриб. Глассификация грибов присмотрели. Приходите в наш музей, вы увидите новый классификации грибов, который нет ни в одном российском учебе, видите, для школи. Да, это даже для специалистов тема очень сложная. И по привычке как-то повторяешь какие-то вещи, да, потому что у тебя это, то есть на подкорке записано. Но да, это вот не гриб, это представитель даже другого салатской теперь. Поэтому, но вообще по отношению к грибам, как не по отношению к любым другим организмам. Это называется довольно сложно, сейчас скажу. Филогенетическая группа грибы. Вот такое есть понятие, ведь так не говорят ни про животных, ни про растения. Растения, растения, животные. Либо подобные организмы. Да, вот. Это тоже, это тоже хороший такой термин. Есть микс-мицеты, у которых есть плодовые тела, которые очень внешне похожи на грибы, но теперь уже не грибы, а теперь они относятся к другому царству. Поэтому, когда с научной точки зрения говоришь, что, конечно, тут приходится все время откуда-то доставать вот эти вот сведения и напоминать. Но, тем не менее, все-таки грибоподобные организмы у нас развиваются везде. И сейчас их довольно много. Кстати говоря, споры у них очень близкие, перелетают по воздуху, и это крайне неприятно, потому что, ну, бороться с ними очень сложно, особенно, когда у нас болеют не какие-то там обеихи кустики или травки, а когда это огромное дерево. У нас вот тоже на даче растет дуб, и мы с Лерной Сине роняем слезы буквально, потому что этот дуб более мучнистый рассол. Он уже такой высокий, что невозможно его обработать. У него даже леток низко нет, эти ветки. Ну, даже если мы работаем, например, в своем участке, с осенней, утром пролетит, и жарчин, и все остальное, то здесь обработка должна быть комплексная, в больших таких-то районах. Ну, и витой это не спасает. А так, конечно. Вряд ли, но тем не менее. У нас есть вопрос? Давайте. Всегда сомневаюсь, летний опенок хороший или давитый? Все остальное ем смело. Я очень занятый человек, у которого все остальное ем смело. Это зря. Да. Вообще, вернемся еще к еде грибных блюд. А что человек имеет под словом летний опенок? Какой неронитис изменчивый? Или один из видов опенок? К сожалению, для большей части публики опята это просто грибы, которые растут на дереве и имеют ножку и шляпку, неважно там, какого цвета. Но их оказывается очень много видов, поэтому здесь надо обязательно летний опенок вообще съедобный гриб. Тот гриб, который официально называется грибный опенок, он съедобный гриб. А вот о чем идет речь в других случаях сказать, конечно, сложно. А раз уж мы заговорили про съедобный и про несъедобный, я все-таки вернусь к кулинарной обработке грибов. Считается, что самые полезные грибы, которые очень хорошо употребляют в пищу, сейчас все удивятся, что это такой-то грибной порошок. Это сушеные грибы, растертые в пудру, не в пудру, но очень мелкие. Почему? Сейчас продаж можно купить его. Почему? А вот я сейчас объясню, почему. Простите, а вы можете объяснить только, что это такое, зачем он нужен? Сейчас я скажу, сейчас я все расскажу, сейчас все расскажу. Значит, вот у нас с вами есть гриб, мы его можем съесть сыры. Ну, вот буквально так вот, сейчас. Ну, прямо сейчас. Сходим перед камерой, секунду. Тогда возникает вопрос, зачем мы едем этот гриб? Я сейчас оставляю за скобками, там ситуации выживания, но да, мы сейчас это не обсуждаем. А вот, когда вы готовите какое-то блюдо, что вы хотите? Вы хотите получить полезные вещества? Удовольствие от поедания грибов. Удовольствие от поедания грибов, оно ничем не больше удовольствия от поедания любой другой пищи. Но, действительно, грибы чрезвычайно полезные пищи. Там масса микроэлементов, масса витаминов, там нет никакой жира, холестерина и всего прочего. Очень диетические продукты. Это действительно очень с одной стороны. Но, но, в клетке гриба содержится вещество, которое не переваривается в организме гликопитающего. Называется это вещество сетина. Поэтому эти все полезные вещества заключены в коробочку. И коробочка это, то есть, когда вы едите гриб неподвижный кулинарной обработке, непорезанный, вы клетки не повреждаете. Вот эта коробочка, как вы ее проглотили, она от единички выходит. И эти все полезные вещества, мало того, что не попадают к вам в организм, так еще сетина раздражает стенки пищеварительного тракта. И, несмотря на всю полезность, грибы считаются довольно тяжелыми для пищеварения пищи. И их не рекомендуют давать детям. Я считаю, что это 5 лет. Это мое личное мнение, хотя они все с ним согласны. И обязательно подвергают грибы кулинарной обработке. резать как можно мельчимо. И желательно их все-таки тушить, обжаривать. То есть, максимально способствовать разрушению клеточных стенок. Для того, чтобы вы все-таки получили эти полезные вещества. Тогда понятно про порошок сразу. То есть, там-то как раз все и разрушено. Во-первых, мы их высушили, удалили воду и растерли клеточных тем практически не осталось. У тебя запаха. Ну, конечно, не маринованные огурчики, но олень. Ну, сравнивать маринованные грибы и маринованные огурцы и маринованные грибы тоже. Ну, вот, вот, если честно, с точки зрения диетолога, то это плохо. И то, и то плохо, и то, и то вредно. Потому что маринование с уксусом, присутствие уксуса в пище нежелательно. Сказала надо, Мы очень любим маринованные грибы, но правда так, аккуратно. поэтому тут, у нас в России грибы это традиционная пища. Это традиционная пища. Это осталось еще со времен давнишних таких, да, изопирательство грибов для нас это национальная забава. Нигде такого больше нет. Нигде такого больше нет. Я в свое время попала в пирянди, так там на рынке, когда семья не продавала грибы, она устраивала грибной гбез. Она пока женщина, они показывают эти грибочки, и в Финляндии сходили. В Финляндии грибов на каждом шахте. Да, на каждом шахте. При этом вины грибы не собирают. Ну да, покупают иностранцы, а что покупают в магазинах? Вот, как-то в Европе давно уже это не принято. Но тут есть определенные исторические особенности, которые к этому привели, потому что лесов настоящих в Центральной Европе практически давно не осталось, поэтому там исчезло все, что соответствовало настоящим лесам. Поэтому вот эта культура сбора того, что растет в лесу, как грибы, ягоди, она давно исчезла. Все леса, которые сейчас находятся, они четвертичные, наверное. У нас в европейской части уже коренных лесов не осталось. Они уже вторичные, третичные леса за время существования человека. В Европе это уже давным-недавно. Но вот в Северной Европе она чуть отличается, но тем не менее этого там тоже нет, этого там тоже не существует. поэтому вот может быть как-то благодаря русским, которые оказываются в Европе. Мы их научим есть грибы. Научим есть грибы, но почему нет? Давайте о суевериях с грибами. Вот я, например, когда собиралась эти сыроежки, их было штук 20 таким большим ведьмином классическим кругом. Метровый такой круг. Мне даже хотелось фотографировать, но шел дождь. Чтобы сыроежки так росли, это большая редкость. Прямо буквально одна на одно в пересечении шляпки. Почему так? Что такое вообще ледяна на круге? Сейчас расскажу. Зледы ледяны это понятно. Да. Начнем с с ледяны. Это сейчас о грибах знают все, но кое-что. А когда-то о грибах не знали практически ничего, и они резко отличались от растений и животных. И поэтому существование грибов с многочисленными суевериями или даже легендами. очень часто связывалось с существованием грибов вот с так называемой нечистой силой. Чуть не грибов. Ведьмами. А потому что непонятно и болея и понятно отчасти может быть и это. Потому что взял дерево выкопал все видно корни. А откуда как дело в том что связь плодового тела с грибницей она конечно существует но она довольно непрочная поэтому его очень легко удалить из почвы грибницы в почве не видно нити очень тонкие буквально не микроны но несколько миллиметров а то и микрон если микроскопические грибы поэтому конечно непонятно неизвестно не изучено поэтому ведьмы и вот грибница она же ведь круглая она по форме абсолютно круглая и какая там ни квадратная ни трюк у всех абсолютно грибов ну кроме дрожжей только у которых вообще нет грибницы грибница круглой формы и когда грибница молодая а живет она надо сказать на глубине 3 метра а вот 15 сантиметров полудородный слой почвы то есть она очень близко к поверхности почвы когда грибница молодая и сильная то эта грибница уничтожает все что там есть и появлялись вот такие вот пустые пятна круглой формы ну а если человек не знает откуда появляется то это все связано с нечистой силой поэтому рассказываешь там ведьмы раскладывают костер вот это костра ну опять же внезапность появления дальше шел потом место их нет все и не перешел там весь мир круг и это кстати еще и дождь прошел и грандой уже эти кости под зиночью и все вот эти плодовые тела они появляются на более молодых слоях вообще в принципе грибница она когда-то вот как блинчик а потом она становится как бублик у него центр она разрушается и поэтому вот она она существует вот таким вот кольцом вот именно таким кольцом и поэтому вот молодой слой он дает вот эти плодовые тела которые хорошо видны на поверхности и действительно такой круг он прерывается почему мы не видим это каждый день везде да потому что этот круг прерывается кормями выходом другой почвой мало ли чем повреждением или что-то но это грибница она все равно есть но я должна сказать что я лично сыроежки ни разу не видела но что-то круто все время в лесу сыроежки раздут пробу у нас у нас у нас у нас рогатики и вот рогатики они тоже часто образуют такое кольцо иногда даже довольно молодое какие силы сейчас рогатики можно повернуться и сфотографировать рожки за спиной нашего оператора они действительно напоминают рожки очень такие плотные кстати некоторые виды рогатиков насколько я знаю почти деликатесом считаются в Европе у нас как не очень принято их собирать и готовить во Франции я например видела вот такое пюре из рогатиков со сметаной но не ела на всякий случай в меню было во Франции да у нас как-то это не очень принято там и лягушек едет ну французской кухни да это такая вещь очень сложная так что вот ведьмина кольцо ведьмин круг да ну есть грибы которые даже название вот у некоторых грибовки их так назвали потому что человек вот не видел этого кольца но зато видел какую-то часть какого дуга и вот они рядом растут прямо вот рядом это касается ни одного вида даже нескольких потому что в принципе рядовками называют много даже не родственников а грибов которые принадлежат к разным видам там рядовка серый рядовка фиолетовый это даже не близкие родственники а довольно дальние а вот еще есть такой момент а сколько живет плодовое тело вот это всегда интересно когда в экскурсиях на занятиях я всегда спрашиваю и разброс очень большой а можно я задам вопрос как раз про жизнь и плодовое тело то вы говорили что когда сухо но грибов нету а вот эта грибница она пересыхает умирает или что она там затаилась не пересыхает не умирает но снижает способность к образованию плодовых тел нет ну слушайте все могут умереть но все могут умереть и грибница тоже может умереть не факт но если вы знаете очень часто же у нас мы люди живут когда на одном месте они прекрасно знают куда мы за грибами поэтому если там несколько лет уже никаких плодовых тел туда в принципе грибница может и погибнуть не знаю сколько ей было лет этой грибницы а вот сколько живет плодовое тело сколько я знаю я не сомневаюсь что Марина Владимировна пока не съедят да отчасти пока не съедят отчасти это правильно да но почему-то вот очень часто приходится слышать такой вариант месяц два месяца при этом когда начинаешь спрашивать а что вот ты ходишь в течение месяца и там у тебя же гриб растет вот тут как-то начинают задумываться потому что никто даже не думает вообще сколько живет плодовое тело но и получается что среднее плодовое тело вот такого как мы говорим шляпочного гриба живет примерно неделю ну то есть между вот этой и этой сыролешкой возраст один день может быть разница не больше а почему вы сказали что она не свежая есть не стоит если всего 4 дня а можно неделю ну она на самом деле уже сгасцов нет неделю значит смотрите грибы как любой продукт он портится достаточно быстро грибы портятся почти так же быстро как и рыба день-два в принципе если они не в холодильнике это максимум дальше они начинают уже лисичек да кроме лисичек если вы как-то в холодильнике ну до 3 дней максимум в общем желательно прикрытая листвой да чем-то пакетом потому что если вы посмотрите то я сейчас ее помог посмотрю немножко здесь смотрите она как коричневая уже да с обратной стороны очень хорошо это видно стало хотя это сборы вот в понедельник я собирала она уже мягкая вся рыхлая рассыпается и действительно не очень вкусная я думаю что будет ну и во-первых при хранении мы с вами это знаем отлично начинают развиваться микроорганизмы да мирусные бактерии которые грибы которые вы принесли из природы они значит все что там в природе было в почве на них это все есть поэтому грибы обязательно там мыть даже ни в одной воде отваривать отваривать даже в последние годы появились рекомендации что отваривать отвариватель не один а действительно два раза потому что по крайней мере в ближнем подмосковье очень плохие почвы очень засоренные почвы а грибницы которые находятся в почве вот интересно что гораздо больше чем растения они поглощают из почвы микроэлементы самые разные и олова и свинец в общем вся неприятность что есть поэтому первое что это не собирать около дорог автомобильных железных в городе между прочим собирать грибы нельзя это неправильно потому что да в городе растут грибы это нормально у нас город живой организм там есть почва растения животные и грибы тоже живут но есть эти грибы я бы не советовала потому что еще раз повторяю что вредных микроэлементов в городе и около дороги в этих плодовстилах гораздо больше и есть случаи отравления хорошими съедобными грибами вот после этого начинаются всякие стадии про грибы переразделцы этого конечно быть не может а просто-напросто да люди отравились сейчас вот скажу солями тяжелых металлов скорее всего потому что как правило отравление солями тяжелых металлов как бывает вот в этой ситуации и это крайне неприятные штуки никаких грибов не надо хорошее помил собраны около трассы и все а в сухую погоду содержание этих вредных веществ на единицу веса возрастает почему и поэтому процентное содержание вредных ух дома удобряли нитраты ух 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 бред подозрона по хорошее Бледная поганка, у меня есть еще один ядовитый гриб. Красный мухомор, это тоже мухомор под названием бледная поганка. Если есть красный мухомор, отравление наступит через 3-4-6 часов. Максимум. То есть речь идет о нескольких часах и отравлении желудочно-кишечной, тошнота, рвота и так далее. Если съел длинную поганку, как всегда пишут в таких статьях, что кто остался жив? Ты не могу рассказать о том, что пережили, да? Многие говорят, что очень приятный запах и хороший вкус. Ну, потому что есть какие-то такие предрассудки, что ядовитые грибы, горькие, плохо пахнут, горькие. Но это не так. К сожалению, смертность 99 целых и 6, что ли, или 7. Ну, даже почти стопроцентная. Почему? Так сильно, то есть ядовитые вещества успевают из ожелудочно-кишечного тракта попасть в кровь. Чудесный гриб. Да, очень красивый, замечательный. То есть, смотрите, рвоты нет, тошноты нет, покушай и 12 часов живем спокойно, потом раз и в морг. Нет, не совсем в морг. Есть поминуточный этап. Не совсем в морг. Но отравление, отравление бледной поганки, кстати говоря, как я однажды беседовала с врачом скорой помощи, и врач мне сказал, что отравление бледной поганки напоминает отравление тяжелым металлом, кстати, по симптоматике. Судороги, повышение температуры, галлюцинация, идет поражение нервной системы, а не желудочно-кишечного тракта уже. Там работы практически нет. Поэтому это все очень серьезно, на самом деле. И поэтому мы всегда говорим, вот, что называется, как таблицу умножения учили, ночью разбуди, и ты задай вопрос, и ты должен ответить. Сейчас скажу, по шляпке не определишь, потому что очень много разновидностей. Сейчас покажем, на что она похожа. Обязательно покажем. У вас удивительно. Да. Белая, желтая, это у нас такая зеленоватая, сероватая, коричневая даже может быть, то есть разновидностей очень много. Дальше смотрим обязательно. Молочно-белые пластинки. Ни розовые, ни серые, ни желтые, ни в пятнышках. Молочно-белые пластинки. Дальше идет длинная, тонкая ножка, и тут все начинает кричать, юбочка. Юбочка настолько последний признак, что вот. А юбочку скушал слизень. Ну да, действительно, она уже тупая. Признак ее. Очень крупкая. Еще один важный признак, это вот основание. Основание плодового тела. Как мы говорим, клубневидное утолщение. Напомню, мухоморчик красный. То же самое. Мухоморы. Вот такое клубневидное утолщение. Еще один очень важный признак у гледной поганки есть. Все мухоморы из почвы появятся в футлярчике. В таком яйце. Вот это да. Говорят, называют это всегда стадии яйца. Действительно очень на яйцо похоже. Это правда. Потом вот эта оболочка разрывается. Дайте мы сразу посмотрим, вот прям за вашей спиной. Чтобы зрители у нас могли, вот здесь у нас бедная поганка. Белая? Да. Здесь мы видим белую разновидность, потому что вот разные стадии возрастные, кстати, здесь показано. Да, вот видно, как она вылезает из яйца. Виден молодой грибочек, у которого еще таким конусом шапочка и юбочка. Бледная поганка у нас слева. А рядом, да, одни родственники бледной поганки, поплавок. Ну вот когда их рядом видишь, четко на разнице. Ну вот, знаете, я бы поспорила, что она четко видна. А я сейчас объясню. Тонкая ножка. Тонкая ножка. Да, согласны. Тонкая ножка. Тонка. Тонка. Тонка по краю. Тонк поплавок. Тонк поплавок. Тонк поплавок, да. А дальше там у нас шампиньоны. Почему они рядом на одном глазке? Потому что существует такое понятие, как грибовники. Ну, то что у животных есть нимикрия, никто не удивляется. И сходство ядовитых животных с ядовитыми, и наоборот, это довольно часто встречается. А то, что это есть у грибов, не все об этом знают. А у грибы, да, тоже есть такие притворяшки, которые притворяются ядовитыми. И наоборот, ядовитые притворяются хорошими диновными грибами. Такое тоже есть. Это нормально совершенно в природе. Это вот и есть как раз свидетель борьбы за существование, не что иное. Конечно, но нам просто надо четко знать, понимать. Ну, во-первых, прийти в биологические музеи, посмотря на нашу уникальную коллекцию грибов в природной обстановке, которая была сделана у нас. Мы ее начали собирать с конца прошлого века, с 80-х годов прошлого века. И сделано это все одним человеком, Анатолием Федоровичем Манаевым. Уникальный совершенно был человек, не биолог, а инженер, любитель грибов. И он каждый вид, он делал с натуры. И когда он нам первый раз принес свои образцы, то мы, конечно, были в шоке просто-напросто. А потом мы стали ему заказывать разные виды. Вот так появились у нас не только цирокешки и белые грибы, но у нас появились и те же самые рогатики, пиццы, гриб-баран. У нас, кстати, на противоположном месте можно туда показать. У нас как раз в этой витрине все такие экзотичные грибы с экзотическими разнообразием плодовых тел, я бы так сказала. Мы привыкли, ножка и шляпка, а это вовсе не всегда. Может быть, как блинечка, тарелочка, на червячка даже похоже, вот как мутинос. На коралл, на цветочки, потому что вот мы даже, вот сейчас как раз Малина снимает у нас, либо цветы так называемые, правда, находиться с ними рядом не очень. Я, потому что, как правило, у этих плодовых тел споры разносятся не воздушными течениями, как мы привыкли, такие сухие споры по воздуху, а насекомые. Чтобы привлечь насекомых, а именно мух, пахнут они не очень хорошо. Ну, скажем так, что-нибудь такое протухло в лесу где-то. Да, вот я в природе решетничник один раз встретила на Кавказе. И, честно говоря, метра за три или за четыре я поняла, что он где-то рядом. По запаху ляп? По запаху исключительно, стала издать и нашла. Ну, можно сказать, прям вляпалась в него. Это был запах, конечно, еще такой старый, причем уже решетничник, явно зазрелый, спорный. Ну, мутинос, я бы не сказала, что не очень сильно пахнут, но запах тоже такой не очень приятный. Ну, и красный цвет, вот этот цвет мяса, да, для привлечения за одно еще, вдобавок, к очень приятному запаху, еще ярко красный цвет. Кстати, такой, да. Мути, конечно, бедные и несчастные. Грязно используют, просто они прилетают. В прямом смысле грязно, потому что они все в этом перепачкаются, на них налипают. Ну, они хотят, чтобы их съесть, видимо. Да. Но, видимо, получается. У меня вопрос. Какой самый-самый ядовитый гриб вообще на планете? Ядовитие вот этого. Бывает такое? А ядовития, пожалуй, нет, наверное, да. Ядовития, пожалуй, нет. Вот считается, что два таких особенно ядовитых гриба – это бледная поганка, балаконница, патуяра. Очень-очень ядовитые грибы, очень ядовитые грибы. Кстати говоря, подавляющее большинство ядовитых грибов – пластинчатые. Трубчатый один. Это какой? Ситаминский. Покажем, вы, здесь есть ли у нас ситаминский гриб? Ситаминский гриб. Вот есть, да, вот заразовский гриб, вот там вверху. Вот ситаминский гриб. Вот такой с красной ножкой. Но последние исследования показывают, что не так уж он ядовит. Как об этом говорят. Как об этом рассказывают выжившие? Нет, как об этом рассказывают те, кто их откачивал. Как об этом рассказывают те, кто пользовался услугами хатистой ядовитых грибов. И, ну, есть какие-то такие, да, примеры, что якобы там какие-то известные личности были отравлены ситаминским именно грибом. Вот, но вот последние данные не подтверждают вот такой смертельный ядовит из этих грибов. И уж точно не может случиться так, что вот съел гриб этот жёлтый. Вот такого точно не может. А вот жёлчный гриб, да, который, в принципе, как очень неприятный на вкус, он насколько ядовит. То есть, понятно, что его съесть-то невозможно, если он попал в суху нету, да? И здесь, наверное, так-то надо сказать о тех градациях, которые у нас существуют. Ну, что такое съедобные грибы, всем понятно. А вот что такое несъедобные грибы? Ядовитые. Очень многие путают. И от этой путаницы разные неприятности. Значит, ядовитый гриб – это когда есть токсины, ядовитые вещества, которые не удаляются при кулинарной обработке, то есть при отваривании, и которые при попадании в организм человека вызывают отравление. Вот это ядовитые грибы. Несъедобным грибом отравиться нельзя. Можно сказать, противно, гадко, неприятно, потому что несъедобный гриб – вот как раз желчный гриб, он как раз относится к несъедобным. Но он просто горький, и горе еще это не удаляется никак. И у меня… То есть он похож на белый, его можно легко с белым переходить? Он, кстати, похож на белый гриб в разных стадиях развития. И я в детстве, мы так вот попали, это было давно. Но, причем, вот все время мы вспоминаем, что до этого мы не сталкивались с такими. Ну, вообще нас очень теряется, да. А потом мы устали встречаться довольно часто. И, в общем, весь урожай грибов, который бабушка моя замариновала, он был испорчен. Уж сколько их там было, мы теперь никогда не выясним, да? И это неизвестно. Но желткой горечь, пробуем на вкус, можно попробовать. Кстати, хотя, в принципе, в общем, не очень. Ну, просто не долго. Чтобы отличить от белого гриба, да, вот лизнуть срез ножки. Вот я, например, так. Я привожу всех в ужас, когда я срезаю грибы в лесу и облизываю ножку. То есть у меня есть самая линейная смотка, как он сумасшедший, но я понимаю, что это интересный способ отличить его, чтобы не попал с другими грибами. Нет, не совсем. Еще какой-то есть поле простой. Нет, ну, лишь. Во-первых, тут, может быть, только один совет. Очень внимательно на все смотреть. Потому что, ну, вот, как я уже сказала, и поплавок, и бледная поганка, они отличаются по внешнему виду. И желчный гриб отличается. У него другой рисунок ножки. Он роза, у него сеточка такая. И еще одна шитрость, по-моему, не бывает практически. Червивый. Вот такой же червяк, вот есть этот гриб. Но едят же другие все-таки, да? И есть еще такое у нас понятие, как условно-съедобный гриб. Это вообще, ну, вот, и все его выделяют. Но все-таки большинство специалистов по грибам, они пользуются такой терминалом. Что такое условно-съедобный? Это гриб, который можно использовать в пищу после определенной кулинарной обработки. Вот тогда, когда мы его отвариваем один или даже два раза, я настаиваю все-таки на двух. Двукратно отвариваю и сливаем отвар. А вот сколько натварить в первый раз? Вот у меня как-то спросили. А это в доверии 4 месяцев? Ну, вот так 10. Матит, например, меньше, да? Нет, не больше 5 минут. Вы же все-таки отвариваете их в два раза. Ну, мне кажется, сельгод возится здоровье дороже. Я настаиваю, здоровье дороже. Потому что, как правило, такой обработке подвергаются грибов, у которых есть млечный сок. А он все-таки едкий. Отравиться не отравитесь. Скорее всего, у вас отравление как такового не будет. Но выстражение, там, пищеводы, желудка, это однозначно. Нет, ну, если кострин, например, или что-то, то, в принципе, может быть, да, и работа, и... Вообще не рекомендует. Вообще не рекомендует. Принимают еще. Да, и людям заболевания желудочного кишечного тракта. Это правда, да. Это правда. Поэтому здесь вот отвариваем, сливаем, кулинарная обработка. То есть стараемся максимально сделать эту пищу доступной для нашей пищеварительной системы. Не только для вкусов, но не только для ажгазметических, да, наших, всяких шансов, кулачевых, но и думаем прежде всего о здоровье. Думаем прежде всего о здоровье. Поэтому здесь, конечно, у нас вопросы, так понимаю, да? Пока вы рассказывали, у меня возник комментарий, я думаю, вообще лучше уж эти грибы не есть, чтобы... Бывает такое, бывает. На всякий случай. Если есть сомнения, есть страх, все-таки сейчас голода такого вот прям сильного нет. Если есть страх и сомнения, ни в коем случае нельзя есть грибы. Потому что когда ты идешь, собираешь и думаешь, ядовитый или нет, потом после этого съедаешь, выжил, ну надо же, повезло. Это, конечно, не самая лучшая история. В общем, такой секрет, когда мы, мы тогда же в 80-е годы стали, у нас появилась коллекция грибов, и я делала первую экскурсию по грибам. Я столько всего начиталась, что я очень долго не могла не с грибой. Было такое, да. А ваши посетители? Посетители частично к этому относятся легче, но, к сожалению, даже вот, вот ощущаемых моей семье, мне не удалось перехудить по поводу, скажем, некоторых таких видов грибов, которые когда-то считались удобными, хорошими, а потом были признаны ядовитыми грибами, и это речь идет о свинушке тонкой. Мне не удалось, потому что мне сказали, а мы дели, и будем есть, да, единственное, что я забила, что пить им не давали, маленьким хотя бы. Так, ну, предубеждение есть, предубеждение есть, и довольно часто приходится рассказывать о том, как правильно употреблять пищу. Почему нормальные червячки не едят лисички? По нормальной червячками, ошибки, лисички грибных комариков, червяки, как представители этой грибной группы, они в грибах не живут. Грибы повреждаются жуками и личинками, но я не специалист, я не томолог, поэтому я не разбираюсь в каких-то личинках живут, и грибные комарики, да. А почему лисички не повреждаются? Потому что, когда вот эти нормальные червячки едят мягких лисичек, они только получают отравление, поэтому они их едят. Без смеха на самом деле. Дело в том, что лисички это особый вид, особый такой вид, и в них содержится огромное количество разных веществ. Как это правильно стомулировать? Ну, не то, чтобы прям совсем антибиотики, но такого же вот плана, которые влияют на живых организм. Ну, таких чебочков-мягчинок. Ну, то есть не ед на млекопитающих. Да, мы можем есть совершенно спокойно. Как еще иногда я как-нибудь на крупных млекопитах, да, ну, в млекопитах, ну, может, там, хотели бы, вот, едят мисички. Ну, кстати, вот некоторые отвариваются с грибными, с личинками грибных комариков грибы, едят, и говорят, что ничего страшного, даже с мясом хорошо. Вот, на самом деле, я категорически не рекомендую этого делать, потому что, во-первых, вот, представьте, черви живут в грибе, да, то есть они кушают этот гриб. Все продукты жизнедеятельности, в личинах, они выходят в этот же гриб, который вы потом едите. Надеюсь, я использовала. Поэтому даже отваренные, все равно токсины не выходят до конца. То есть если вы посолили, и бедные личинки в кипятке с соленой водой выскочили и скрипают, это не значит, что токсины полностью удалены с грибом. Да, это не желательно, конечно. Хотя, очень сложно, бывает, бывает. Да, бывает сложно, но лучше этого не делать. Раз, вопрос. А это правда, что грибы – это отдельное царство? Да. И, как мы уже сказали, даже не одно царство, а там несколько царств. Кстати говоря, это одно из самых молодых царств, которое было выделено как царство буквально во второй половине прошлого века. И не все даже были согласны. Мы задумывались с адаптонной систематикой, да. Но все-таки глубокое изучение грибов привело к выводу, что несмотря на признаки ежеводных растений, а вернее именно потому, что они имеют признаки ежеводных растений, их надо выделить в отдельное царство, что и было сделано. А раньше они выходили в царство растений. Ну да, ботаники изучают даже сейчас. Да. Учебники как? Учебники как из учебников изделуты. Все-таки не изучают грибы. Да. В курсе ботаники идет изучение грибов, не смотря на то, что вот отдельное царство. Ну, почему объяснение в принципе, и вот когда с маленькими семьями начинаешь говорить, что корни, они принимают грибницу как корни, а плодовое тело, они говорят, вот тебе стебелек, ну да, и все. То есть для них, вот, основной организм отличается это плодовое тело. Мы уже с вами сказали, что нет, это не так, что сам организм, он в данном случае в почве, если в лечи идет о той же самой сыроежке, или не в почве, она подъехает и в почве. Давайте поговорим об этом. О плесени? Нет. О трудовиках. О трудовиках, да. Конечно. У нас там корзинка очень такая. Давайте поговорим о трудовиках, потому что, ну, у меня здесь нет опят, а вообще грибы очень любят располагаться в почве. В почве? И в деле. И надо сказать, что не так уж много видов, которые могут жить и в почве, и на древесине. И, как правило, это виды, которые живут на почве и на мертвой древесине, на корнях или на пнях. Те, кто живут на живых, они тоже, как правило, живут на живых и редко на мях или на корнях. Вот такая специфика есть. На древесине могут жить грибы с нашей точки зрения, не совсем так. А это вот у нас такой гриб, который я нашла. Кстати, я буду держать костюм. Сразу хочется спросить, я могу дома вырастить такой на дереве? На дереве, да. Прям вырастить смогу? Да, если взять споры или часть грибницы, грибы размножаются спорами или частью грибницы. Поэтому обычно, когда говорят, что я хочу у себя часто вырастить белые грибы, то это сложно. А вот вешенки... Ну, говорят, надо же нести из леса спелые грибы и разбросать по газу, он у вас прям уж косой косить. Ну, если я говорю, косой косить не будешь? А почему, кстати, не нужно косой косить? Я объясню. Интересно, косой. Блесу-то тоже не больно косой использовать в предборе грибов. Значит, блесу грибницы имеет определенный размер. Мы с вами получаем размер гораздо меньше. Это первое, то есть она молодая. Ну, может, она когда-нибудь там и разобьется, что-то крупное. Но совершенно однозначно, что, особенно это касается не коризных грибов, а самые вкусные, хорошие грибы, как правило, у нас на коризне, надо обязательно посадить, ну, поместить эту грибницу под такое же дерево, которое было в лесу. А сейчас мы это не обращаем внимания. Ну, да. Если собирали белый под березой, то, сажая его под сосну, он не будет расти под сосну. Другая знамена, да? Потому что, да, эта грибница, она не зареагирует на корни сосны. Ей нужны корни березы. Зачем нужны корни березы? Да потому что это, фактически, получается такой единый организм, когда корни переплетаются с грибницей. И грибница даже не просто оплетает корни снаружи, но еще проникает внутрь клеточки гриба. И всем хорошо становятся. Грида никто не получает. Наоборот, гриб получает полезные вещества от растений через корни. А корни растений получают через нити грибницы другие полезные вещества. Потому что мы прекрасно себе представляем, что растения питаются, у них есть корневая система. Но те корешки, через которые, в основном, идет проникновение питания вещества, как правило, находятся довольно глубоко. И вот тут на помощь приходят грибницы. Чем больше грибницы в почве, тем лучше. И поэтому сейчас уже известно, что все грибники, кустарники, кем-лица, курушек, они имеют вот такую связь с грибницей. Это не значит, что мы там везде видим подосинники под березы. Таких могут быть какие-то некрупные, может быть, грибники. Мы не знаем, сколько, сколько у нас в лесу. Ну, какие-то. Те грибницы, которые помогают получать питательные вещества. Мы еще немного говорим... А это мы не назвали кто это? Да, и здесь как раз спрашивают про грибы, которые не на почве растут. Вот это как раз... Тортавик чешу. Вообще среди грибов-тортавиков довольно много есть разных. Вот, например, это у нас тортовик. Настоящий, да? Это у нас тортовик настоящий. Это у нас тортовик настоящий. На березке руки. И вот смотрите, как интересно. Трутовики, ну, настоящий может быть и поменьше, а вообще плодовые тела тортовиков могут достигать 15-летнего возраста. Здесь раз, два, три, четыре. Четыре годика ему. Четыре годика ему. Да. Как на срезе дерева, когда можно посчитать, можно будет потом подойти, и вот у нас там есть такой тортовичок, посчитать сколько ему лет. Многие отрывают, вот, ротовики, двери в саду, и говорят, что все спас дерево. К сожалению, не спас. Что? К сожалению, не спас. Там древесина, древесина, древесина. А, ну, то есть, оторвал плотовое тело. Ты фактически оторвал один листочек. Вот, я всегда сравниваю, это вот аналогично. У дерева оторвал листочек, дерево уже не погибает. Правда? Не погибает. Даже ветку, если отломал. Все равно, все-таки дерево не погибает. Так и весь. А некоторые считают, что да, я все чистила, я все чистила хорошо. Но, к сожалению, да, это бич наших лесов, гребы-трутовики. И очень часто мы сами, проходя по лесу, способствуем заражению трутовиками. Потому что нам очень нравится сорвать веточку. А то еще и с ножечком прийти в лес и вырезать здесь белья. И там трутовик, раз. Ну, не сразу. Но через несколько лет обязательно. Потому что спор это трутовиков. Они находятся в воздухе постоянно. А они-то как раз не мухами переносятся, а воздушными отечениями. Мы сейчас куда показываем? Вот нижняя часть плодового тела. Там у нас тромочки, как у белого гриба. И направлена она к древе вот так. Да, обязательно. И внутри этих трубочек появляются споры. Мы когда экспозицию по грибам делали, у нас на стене висели трутовики, так лет 10, наверное, собирали споры, которые выказали на них каждый год. Ну, жить-то хочется всем. Поэтому спорта у трутовиков в воздухе очень много. У трутовиков есть еще такая одна особенность. Они появляются на дереве параллельно земле. А дерево упало. А дерево упало, а грибницы продолжают жить. Я всегда показываю, что дерево упало. Вернее, стоит дерево, да? Дерево падает. И все из пор не высыпается. Из пор не высыпается ничего подобного. А у трутовичка появляется вырост плодового тела вот так, параллельно земле. Объявимся назад. Параллельно земле. Влезло. Да. Мы как раз там видим, мы можем спрогнозировать, как упало дерево. Плодовые тела растут в разных направлениях. Это такая химера. Это встречается нечасто. Но это есть в рутке. Грибница же жива в стволе. Ну да. Она продолжает жить. И плодовое тело продолжает. Ну, скажем так, вот честно. Мне нужно образовать новое плодовое тело. Мне сложно на этом наращивать, да? А чему спрашивается? Мне нужно образовывать плодовое тело, когда оно уже есть. Как можно, заговорили от грибов. От имени. Вот такой красавица мне очень нравится. Что у нас здесь? Это очень интересный экземплярчик. Смотрите. Вот это вот все. Это прирост этого года. Он вообще молодой. Прям сейчас рядом. Я жду такой же. Сейчас я попробую сориентировать правильно к земле. Да. Вот так. Это один и тот же гид. Один и тот же гид. Тоже тротовик. Тотовик окаймленный. Да, это у нас тротовик окаймленный. Один или два. Вот здесь вот я не понимаю пока. Третий год. Да. Третий год. То есть белое это сезонное прирост. Этого года. Спароносный слой этого года. Он может быть еще не до конца в этих очках не вижу. Не, не до конца еще. Дубочки там по-моему не сформировались еще. Да, с кем-то мамой узнете совсем. Вот. Поэтому такая вот находка очень интересная. Да. Но недолго он так будет жить. Он недолго будет жить. А вот классический давайте покажем. Окаймленный. Нормальный. Ну, скажем так. Раз, два, три. Я бы сказала, что ему три года. Вот здесь уже, кстати, виден вот этот слой очень хорошо. Да, спароносно. Ну я все равно. У меня очки не отдали, поэтому я трубочки не разгряжу. Да, здесь видно хорошо. Уже они сформированы. Вопросы есть какие-нибудь? Ну вы можете закончить все-таки тем... А, вы еще не заканчиваете. Хорошо. Но вы все равно расскажете, сколько живут-то они так и не сказали. О! Бесконечно. Ну, я шучу, конечно, еще бесконечно. Плодовое тело или гриб? Вопрос-то был в чем. Про тело. Нет, не про тело, который в земле. В земле? Ну, до 500, вот сейчас свет уже точно доказан. Ну, то, что 100-150 лет легко, да? Это не значит, что все виды столько проживут. Это не значит, что проживут столько все виды. Ну, 100-150 лет легко, 500 лет, наверное. Ну, вот, у меня единственное смущает вот этот вот опенок, который там, в Америке, его все продают как самый большой организм. Организм, да. Который целую рожь заселил, по-моему, осиловый, да, если я не буду? Да, там какое-то безумное совершенно количество гектаров. Он его родил, да. И они определяют его возраст. Какой-то тысячу лет. Мне попадались такие, да. Честно говоря, не очень верится. Потому что, ну, в общем-то... Ну, сверху такие генетические исследования, которые, в принципе, требуют подтверждения. Да, мне кажется, что все-таки пока я бы вот не утверждала, что это. Ну, тем не менее, такое есть. А это я просто хотела показать. Это тоже наш питомец, наши усадьбы. Это у нас так дорожки делали. На деревянных частях дорожек. Выросли, получается, да, с грунтом, что ли? Нет, я лисиную не уплохо обработала. Хотя утверждали, что провели всю обработку от грибов. Но каждый год у нас на бревнышках, в которых была лисина, дорожка, появляются грибы. К сожалению, в этом году их нет, потому что очень сухо. А вот этот вырос, серно-желтый трудовик. Чуть свежий. По его какой-то, вот, да? А, не серно-желтый. Вот здесь вот, да? Сбок кто-то кушал снаружи. Активно кушал. Его кто-то кушал. Но он абсолютно свежий этого года. Даже съедобный? Ну, в таком состоянии нет. А вообще да. А вообще да. С картошечкой. Можно и без картошечки. Можно и без картошечки. Ну, если у нас нет вопросов... Здесь есть комментарии, спрашивают про ведьмины кольца. Но, Галина, мы сохраним эфир. Там уже рассказывали. Посмотрите, пожалуйста, где-то в серединке, наверное. Тогда мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. Ждем на выставке, вернее, на постоянной экспозиции. Грибов у нас два зала. Приходите. Прежде чем идти в лес, приходите к нам. Прежде чем, когда собрали грибы, прежде чем их съесть, тоже можете прийти и посмотреть. Сравните. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...